Приветствую вас, милые рукодельницы и мужественные рукодельники! С вами я, Елена Кирпичникова, и в этом видео я покажу, как вяжу вот эту нежную розовую салфетку, которая в диаметре получается около 50-60 см, достаточно крупная. Мои рекомендации по выбору ниток и размера крючка я дам в описании к видео, не будем долго на этом останавливаться. И начнем сразу к увлекательнейшему процессу вязания крючком салфетки. Начинаем мы с 8 воздушных петелек, зафиксируем петлю и первые 8 цепочку из 8 петель провязываем и соединяем в кольцо соединительной петлей. Второй ряд начнем с воздушной петли подъема и в кольцо провяжем 18 столбиков без накида. Обратите внимание, хвостик, который у нас остался, я его прокладываю вдоль кольца и таким образом мы его сразу прячем. Столбики провязываем внутрь кольца, то есть не за стенки воздушных петель в цепочке, а внутрь. Так получается гораздо изящнее, привлекательнее, красивее. Мы провязали 18 столбиков без накида в кольцо из воздушных петель. Смотрите, вот эти, вот эти петли, последние воздушные петли кольца, вот это воздушная петля подъема нашего текущего ряда, вот это первый столбик уже без накида. Мы хватаемся за стенку воздушной петли подъема, рабочую нить протягиваем через нее и через петлю последнего столбика. Вот так. Кольцо мы соединили. В следующем ряду будем вязать по группам из двух столбиков с одним накидом и двумя воздушными петлями между ними. Для двух столбиков с одним накидом провяжем две воздушные петли подъема и начинаем столбик. Предыдущий столбик предыдущего ряда подхватываем за обе стенки петли. Передняя стенка, задняя. Вот так. Рабочую нить выводим и столбик с одним накидом. Вместе с воздушными петлями подъема у нас уже получилось два столбика. Нам нужны две воздушные петли и следующий столбик предыдущего ряда. Столбик с одним накидом и снова следующий столбик с одним накидом. Итак, заканчиваем ряд группами и столбиком с одним накидом по две штуки с двумя воздушными петлями между ними. Второй ряд почти довязали. Осталось соединить его в кольцо. У вас должно получиться проверьте девять групп из столбиков с двумя накидами с двумя воздушными петлями между ними. По второй петлю подъема этого ряда я вкалываю крючок и соединительной петлей создаю круг. В третьем ряду усложним рисунок. Две воздушные петли подъема у нас также будут задействованы такие элементы, как столбик с одним накидом и воздушные петли. В ту же петлю, в которую ушел у нас соединительный столбик, вводим крючок и провязываем еще один столбик с одним накидом. Три воздушные петли и два столбика с одним накидом в следующую петлю предыдущего ряда. Провяжем одну воздушную петлю и продолжим. Еще раз покажу. Первый столбик с одним накидом в ту же петлю, второй столбик с одним накидом в следующую петлю предыдущего ряда. Три воздушные петли и в следующую петлю предыдущего ряда два столбика с одним накидом. Продолжаем. Ряд почти завершен. Провяжем одну воздушную петлю между элементами и во вторую петлю подъема вот первая петля, вот вторая. Я ввожу крючок и соединительный столбик провязываю. В следующем ряду мы будем провязывать такие же группы из двух столбиков с одним накидом и тремя воздушными петлями между ними, но начинать нужно будет, возводить их нужно будет вот в эту арку. А мы сейчас находимся над первым столбиком предыдущего ряда. Что же нам делать в таком случае? Все очень просто. Мы соединительными столбиками продвинемся в арку. Соединительный столбик во второй столбик предыдущего ряда. Соединительный столбик в арку. И теперь мы можем начинать следующий ряд. Две воздушные петли подъема. Также в арку столбик с одним накидом. Также три воздушные петли для формирования арки. И снова в эту же арку два столбика с одним накидом. Я сказала, что этот ряд провязывается так же, как и предыдущий, с одной лишь разницей. Что между элементами мы будем провязывать цепочку из пяти воздушных петель. Два, три, четыре, пять. И в следующую арку продолжаем по узору. Два столбика с одним накидом, три воздушные петли. И еще два столбика с одним накидом в эту же самую арку. Вот так провязывается очередной ряд. Встретимся с вами в конце ряда. Не стала я вас удавлять о том, как правильно завершить ряд соединительной петлей, прийти соединительными петлями до нужной арки и провязать в сущности все тот же сам элемент, который мы использовали в двух предыдущих рядах. Два воздушные петли подъема, столбик с одним накидом, три воздушные петли, два столбика с одним накидом. И дальше у нас немножко меняется узор. Мы провязываем три воздушные петли и теперь нам нужно арку предыдущего ряда из пяти воздушных петель провязать два столбика без накида с элементом петка между ними. Столбик без накида мы будем провязывать в среднюю, в третью петлю арки из пяти воздушных петель. Я подхватываю, смотрите, вот тут передняя стенка воздушные петли, задняя стенка и на обороте у них есть еще перемычка. Так вот эту перемычку я тоже захвачу. То есть, по сути, у меня передняя стенка остается вот здесь перед крючком, а на крючке перемычка и задняя стенка петли. но это уже совсем такие прям уж тонкости, заморочки мои личные. Если вам так неудобно, можно, в принципе, и за одну из стенок, заднюю стенку петли, воздушные петли, ничего, собственно, сильно на внешний вид это никак не повлияет. Пико, кто не знаком с этим элементом, три воздушные петли подъема, прошу прощения, не подъема, просто три воздушные петли. И в первую петлю, через первую петлю из этих трех мы проводим соединительный столбик. Ту же петлю арки провяжем столбик без накида. Завершу элемент, чтобы нагляднее было видно, что у нас в итоге получилось. А уже в эту арку из трех воздушных петель предыдущего ряда мы провязываем уже знакомую группу из двух столбиков с одним накидом и тремя воздушными петлями между ними. Посмотрите, что у нас получается. Столбик без накида в петлю, пико, столбик без накида в ту же самую петельку.